Привет, дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, и сегодня в рубрике Первый Взгляд мы с вами посмотрим на игру под названием Avadon 3 The Wereborn. Что-то похожее на Балдергейт, что ли? Что-то такое сильно уж старое. В общем, давайте что-то долго томить, да просто запустим и уже сами ознакомимся с ней, посмотрим, что такая за игрушка. Русского языка поддержки, как я вижу, нет, поэтому всё очень плохо. Так, Мастер Меча у нас тут есть какой-то... Кто это? Shadow Walker, так, Теневой, ну вот это, кстати, хорошо, это мой класс, которым я обычно играю всегда. Это ещё кто такой, какой-то маг. Ага, это, ну, знаете, из этих... О, это вообще что за ликенка-то, ё-моё. Я думаю, вот, наверное, выберем вот этого. Такой более подходящий, наверное, класс для меня. Имя, да, подобрать, ну хорошо, как обычно всё. Дэнни Марс, и поехали. Так, ну что, у нас просто первый взгляд по этому козловому, конечно же. Ты какой-то там башка Авадона, боец, пакт. Пакты чего-то, нации, банды для софеты и войны, пакта, сурраунд, сторона. А, нации, варваров, рейдеров, титанов, ещё чего-то опять бойцы, всего для непонятных вещей. Ну всё, собственно, давай, продолжай. Я не хочу это больше читать. Мне уже геймплей интересует. Я вот так вот пролистну, в общем-то, предысторию. Я думаю, тот, кто разбирается в английском языке, может сам прекрасно всё прочесть, перевести. А может быть и в идеале, конечно, и вообще в комментариях вкратце описать, что здесь происходит, в чём предыстория. Может быть, русский язык, конечно, появится в будущем, кто его знает. Это в зависимости от того, как игра будет вообще успешной, неуспешной. Будет продаваться, не будет. Будет ли ещё что-то. Так, ну вот, что, собственно, сам интерфейс. Посмотрим, я играю в 720 разрешений, 1280 на 720, чтобы у меня всё помещалось. Потому что, если ставить полный экран, 1900... Ну, короче, 1080 в Full HD. Видите, получается, что в центре экрана просто обрезаны куски чёрного экрана по бокам. Это не очень-то приятно, на самом деле. Так, ты что-то там листать. И, короче, хорошо, всё понятно с тобой. Так перемещаться, да, мне обучение, походу, сейчас опять идёт. Всё, мне это не нужно. На столе, говорят, там что-то лампа какая-то. Ну, давайте подойдём. Так, на себя можно, да, даже прям навести. Что за лампа такая, или что это такое? Иди сюда. Что за зелёная хрень? Почему я её не могу взять? Так, с курсором у нас мышка перемещает. А стрелочками мы можем двигать карту. Хорошо, ну давайте разбираться. Так, меч. Да, блин, на край карты-то не надо так быстро листать. Ух ты. Что это происходит? Взять. А, это, наверное, плащ лежит. Вот оно, что там лежало. Понятно. Ну давайте его оденем. Всё. Ага. Да, точно, плащ лежал. Так, а здесь тогда что лежит? Давайте смотреть опять же. Ничего нету. Ну ладно, пойдёмте в дверь выходить. Тут больше всё точно. Надеюсь, ничего нет. Ну вот так вот, собственно, перемещение идёт. Смотрите, как быстро двигается, да? Так вообще, анимация, конечно, та ещё. Нажмите кнопку какой-то звёздочки, да? Чтобы взаимодействовать с предметами. Ага. То есть вот бутылёк, да, как бы нам показывать, что здесь можно взять его. Ну, я бутыльки беру каким образом? Вот сюда нажимаю. И вот здесь вот показывается, что рядом со мной вот и есть бутылочек. То есть вот раз к себе. Всё. Всё по-простому. Такая, знаете, игра классическая из каких-нибудь, я не знаю, начала двухтысячных, конца девяностых. Очень прям на это всё похоже. Так что тебе надо торч какой-то. Да, здесь, конечно, без знания английского языка хорошего такого на уровне прям чтения вообще не обойтись. Потому что здесь я вижу очень-очень много текста будет. И ещё, причём, выбор ответа, да, и если мы не будем знать, что ответить, соответственно, конечно же, мы, скорее всего, сдохнем. Про плохие новости давайте спросим у него. Что это плохие новости. До последнего буду его доводить. Нет, так, спасибо, пока. Ну, опять же, вы наверняка видели, да, что там нам написалось. Я смотрю, собственно, самоуправление и вообще здесь как локация продвинутый сюжет. Увы, я не смогу посмотреть пока что, не узнать всю эту завязку, что к чему. Ну, собственно, это всё можно сделать потом уже. Посмотреть. Так, сейчас, секунду, у меня тут что-то так вообще как-то нехорошо. Прямо комментарий на YouTube. Забыл сейчас отключить уведомления, чтобы не шумели они. Так, всё. Смотрим, что это посуда непонятная. Бул, ложки. Ну, это всё дрянь, по сути, посуда нам-то точно не нужна. Хотя на продажу может сгодиться, да, когда... Да, вот здесь всё соберем. Можно прям мышкой вот так вот собирать по-быстрому. Отлично. Перегруз, не знаю, будет-не будет, но пока что я хватаю всё, что есть. Так, а к мешкам, если просто подойти и нажать. Ага. То есть, смотрите, как это всё работает уже. Понятно, если есть какой-то сундучок или... То есть, ящичек, ну, что, куда можно положить контейнер именно. То можно прям по нажатию на него. А если мы просто подходим к предмету какому-то, да, и... То есть, нельзя в него залезть. Мы можем просто, допустим, взять и вот всё, что на локации есть рядом с нами, оно появится тут. Допустим, он просто мешки лежат, да. Казалось бы, можно в них залезть, а тут просто с собой прям целиком мешки утащить предлагают. Ну, вот какой-то сыр лежит. Опять же, просто на столе, поэтому мы его, скорее всего, так возьмем. Ну, да, точно. Деревянный щит, а не сыр. Ну, давайте возьмём. О, отлично. Теперь у меня ещё и щит с собой имеется. Ну, хорошо. Зачищаем дальше локацию. Что? Открыто достижение какое-то у меня написали. I can't use his... А, ну, то есть, достижение что? А это что такое? То есть, за то, что мы лазим по всяким сундучкам, нас тут наградили малость. Вот какой-то стоит, я смотрю, железный, по-моему, доспех висит. Зачем мне вот это вот? Непонятно. Я вот смотрю, это ж похоже, да? Вроде как похоже, действительно, на здоровенный на стойке доспех. Так, а здесь что у нас? Это всё на продаже, это явно шкуры всякие. Шкуры, ещё там расходник. Полнейший, может быть, как-то крафтить получится. Ну-ка, давайте ещё, кстати, по менюшкам полазим, посмотрим, что здесь имеется. Ну, допустим, фостер, это я. Что здесь вообще есть? Это меч, да? Выбрать здесь нельзя. То есть, это магия наша. Так, меч, лук, магия. А, это не магия, это прокачка, что ли? Это наше умение. Классы. Ну, вот, давайте я полистаю. Прямо посмотрите, что тут есть в целом у нас. Шатеринг-болу какой-то непонятный. И просто сохранится. А, это меню, да? Ну, то есть сейфгейм. Хорошо. Ну-ка, допустим, единичка. Да, единичку просто. Во. Ну, да, сохранение происходит по-быстрому, конечно же. Это что за? Какой-то механизм запустили сейчас. А, мы ворота открыли. Я думаю, что тут такое прям громоздкое было очень сильно. Так, это то самое место, откуда мы вышли сейчас, по сути, да? И туда же вернулись. Но здесь были еще какие-то закрытые двери. Сейчас найдем выход отсюда. Сюда я не заходил. Это что такое тут? Ну, опять собираем всякую гадость. Это все пойдет на продажу. Если здесь, естественно, будут торговцы какие-то. Ну, должны быть по-любому. Это же все-таки RPG. Жанр текста. Здесь на столе у нас ничего, нет? Как это ничего? У нас тут лог ждет. Отлично. Смотрите, еще и какие-то сюрикенды. И... Ну, уронный джавелин какой-то. Копье. О, хорошо. Так, давайте зайдем. А как просто сейчас зайти быстро в инвентарь-то? Чтобы это все выбрать. А, ну вот, да, значок. Понятно все. Значок какого-то мешочка. То есть, наш... Наши вещи. А что, только... Ну, вот же, значок подлог. Почему я его не могу взять? Ну-ка. А, не хватает, да, у нас красным. 416. Психическая атака еще какая-то. Да, красным горят. То есть, мы пока что не можем использовать. А вот это сюрикен уже можно. А куда их ставить? Они как используются? А, ну, вместо лука. То есть, все метательное, все в одном месте. Это мы тоже, увы, пока не возьмем. Пятого уровня это. А здесь 25-го. Да, мы вообще новичок фактически. Хорошо, понятно. Потом, значит, будем пользоваться. Ну, раз нам дают в самом начале, почему бы не брать. Все вещи в начале нужны. Странно, что музыкальной озвучки сейчас никакой нет. Просто такая тишина. А, ну вот большой мир, скорее всего, вот сюда. Это что за корова? А то нападать-то хоть не будешь, надеюсь. Коровы бегают. Ух ты, еще небольшой домик. Ну, давайте посмотрим. Открытая дверь. Локет, ключ нужен. Понятно, ключика не хватает. Пока что, значит, подождем с этим. По грядочкам давайте потопчемся. Посмотрим, что у него за деляночка такая. Много всего я вижу. Выращивает. Ух ты, и груши лежат. Серб. Показь. Давайте, груши, конечно же, возьмем. Серб, что он дает? Ну, по сути, не нужны вещи. Но я возьму все равно. Пригодится. Ага, закрыто. Ты здесь, да, стражник? Начинай. Теневой стражник. Ну, как-нибудь потом, может быть, меня туда впустишь. Ты пароль. Стрим. Не знаю. Не знаю, не надо меня мучить своими вот этими огромными текстами на английском. Я могу так примитивные какие-то небольшие читать фразочки. А вот такие здоровые сообщения, это что-то с чем-то для меня. Ну, когда-нибудь я точно изучу. Хотя я уже пытался раз 10, 20, 30, сколько я там уже и учебники всякие читал. И онлайн пытался учить. И звуковыми тоже говорили, хорошо изучать. Мне же черта не получается, и все. Не знаю. Не могу. Не дается он мне. Ты кто такая? Ну, я с вами общаться не буду. Я хочу просто территорию пока посмотреть. Я вижу, что здесь здоровенный город. И много домиков, в которые можно заходить. Почти что в любой. Ой, ну-ка. Что-то? Что-то покрутили, да? Колесо какое-то покрутили. Где-то что-то, наверное, сейчас открылось. Ну, если механизм этот здесь находится, то, скорее всего, механизм этот был рядом. А, вот решетка. А, ну это старушка. Она из окна так смотрит, наверное, сюда, да? Естественно. Смотрите, он сам будет прочерчивать путь, если ему указать до конечной точки. Ну, ты покрутишь, нет ее? Или нельзя? Сейчас нельзя, да? Ну, ладно. Рановато. Пройдемся еще, посмотрим в туалет. Жаль, нельзя зайти. Так хотелось очень сильно посмотреть, как там. Тут, походу, надо, знаете, брать какие-то задачки, квесты у людей, чтобы они тебя потом пропускали куда-то идти, там, на большую территорию. Мне больше всего сейчас хотелось бы боевочку посмотреть, как она здесь сделана, пошаговая, не пошаговая. Что за подвал? Да никуда не пускать, что будешь делать? Что-то надо, походу, выполнить. Там, по-моему, один и тот же текст пишется. А, нет, другое что-то. Хорошая идея вернуться сюда, командир, посмотреть на тебя, что-то делать. Опять же не ясно. Ну-ка, иди сюда, давай поговорим с тобой. Уходи. Keep moving. О, сюда пустили. Я думал, здесь не пустят, там же тоже стражница стояла. Ты кто такой? Ага, здесь лежит просто всякая куча вещичек, но я это брать не буду, потому что здесь все-таки командир этот стоит самый. А, о, я про тебя уже, вот, как бы, размышлял, скорее всего. Ты мне дашь какую-нибудь грамоту, чтобы пройти, может? Квесты, да? О, да, 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 да. Вот, повод он, да, у нас. Ну, ты меня пустишь, нет, а... Кстати, сколько вариантов и все одно и то же в итоге получается. Давайте чисто первое отвечать, все, первое. Нет, по кругу начинает. Понятно, просто информацию какую-то изучаем и все. Пипетр. О, Пипетр обучает нас, но это везде, это в том же райзене, в готике. И, конечно же, Пипетр читать это знание. Еще один Пипетр, давайте тоже обучимся сразу же. Коль мы здесь, хорошо. Да, здесь определенно не хватает русской озвучки. Я думаю, ой, озвучки, хотя просто текста. С русскими субтитрами здесь гораздо было бы попроще и интересней. Прям вообще, я уже, может, погрузился в эту атмосферу, у городка. Так-то неплохо здесь все сделано. Вы знаете, действительно классическая RPG. Изометрическая. Да, играл я в такие в свое время много. Причем анимация фактически точно такая же, ничего не изменилась. Как и графика. Так, все, чтобы понятно, в общем-то, такие небольшие реплики. А полезного ничего. Хоть бы кто-нибудь квест какой-то дал. Хотя, может быть, у меня уже имеется квест, я просто его не видел. Давайте посмотрим, вот это что такое, журнал квеста, да? А, Гуй Дэнс. Ну, как раз это то, что мы сейчас взяли, когда поговорили с ним. И куда-то это надо идти, где это находится. Вот какой-то значок. Видно вопросика. Давайте к нему сейчас приблизимся. Вот где-то здесь. А, ну и на двери-то показывает. Понятно. Щетка на нее. Ага, по-прежнему не могу залезть. Опасность. Вот здесь тоже какой-то квест. Где? А где именно? Прямо. Подождите, ну-ка. Вот сюда. А, в эти двери. Кюдей. Стражник останавливает вас, командир. Да я говорил с этим командиром, надоели вы уже. Он ничего не хочет мне рассказывать. Какого черта? Ну, пообщался я с ним, а что толку? Реплики одни и те же на повторе идут. Что не выбирая первое, второе, без разницы. Я тоже не пускаю, да, сразу же видно. Короче, сперва надо брать квест. Ну, как бы разрешение командира, что да, выпускаете этого парнягу. И потом мы сможем уже выходить и идти расправляться с этим. Ну, а пока что так вот, если только бродить по территории, туда-сюда, и смотреть, что здесь можно найти. Торговцы вот видно обозначены. Это что со звездочкой тут такая? Где-то прям вот тут. Что? Непонятно. Вот как эта звездочка на карте, если так посмотреть. А, Гуиндэнс, это как раз и здесь выполняется этот квест. Такс. Если он здесь выполняется, то что я должен сделать? А, может одеться надо? Ой, какой громкий шум. А, я сейчас чуть-чуть ногло. Приодеться надо было, да, наверное? Ага. А, какая разница, какое оружие? Не, наверняка это не то. Какие-то инструменты еще вдобавок. Ты кто такой? Эй, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Опять же, по поводу квеста с тобой сейчас поговорим. Подземелье ночное какое-то. Диалоги, да, они к чему не приводят, по сути, фактически. Просто общаемся, общаемся. Хотя вот сейчас какие-то надписи вокруг меня появились. Может быть, я действительно что-то узнал от него. В общем-то, в такой игре, без знания английского языка, скажу вам, здесь вообще делать нечего абсолютно. Здесь все построено на куче текстов, на диалогах. Тут нет такого, что, знаете, там парочка фразочек, какой-нибудь слэшер, где ты догадываешься фактически. Так, на уровне ощущений, понимая, что тебе требуется, куда нужно идти. И здесь же такое не прокатит. Здесь, если есть диалоги, то они несут фактически такую, знаете, смысловую нагрузку. И не зная того, что тебе говорят, ты не сможешь дальше элементарно просто продвинуться. То есть, без знания языка здесь вообще делать нечего абсолютно. Что-то про Авадона говорит там. Что хотел? Опять что-то мне тут говорит. Извиняй. Может быть, я сейчас мог бы ему помочь, а я так отказался, сказал извинение. Дорожище. Так, ну вот территория еще как-то нами не изучена. Давайте сюда сходим. А, это не, это закрытая территория. Ну, кстати, это и есть выход. Все камнями заложено, какими-то непонятными. Ну, дай пройти. Вот засранка. Стоит и не пускает. В общем-то, я не знаю, что здесь еще делать сейчас. Давайте всю территорию облазим. Еще, может, какие-то места найдем, где я не бывал. Может быть, что-то для себя новое откроем. Но, в целом, если так посмотреть на миникарту, то... По-моему, здесь уже все облажено. Если что, можно было... Вот сундучок, я не смотрел. Нет, не смотрел. Вещички, пояс какой-то, да? Пояс на себя оденем. Можно какой-то плащ. Так, штаны у меня имеются. Ну, да, у меня какие-то штаны есть. Плюс 2% брони. А это? Ага, ну, что-то гораздо больше брони. Столько же дает, ну, плюс еще какие-то дополнительные эффекты. А эти штаны, значит, назад возвращаем. Смотрите, сколько я только начал играть, да? У меня уже полный инвентарь всякого хлама лежит. Еще один сундучок. О, какая-то драгоценность. Амулетик. Так, а дети, о чем мы не можем, да? Не хватает у нас. Странно. Вроде не написано никаких красных там пометочек. В основном куча тканей, всяких шкур и так далее. Все, что не связано с боями, это все чисто торговля сплошниковая. Так, вот сюда мы не заходили. Давайте посмотрим. А, нет, командный центр. Ну, как раз здесь дается. Квесты только непонятно. Здравствуй, Данимарш, говорит. Ты мне квест дашь, нет? Мужик. Такс, ну как же. Хорошая работа, сложная проверка. Хаппининг какой-то, я вообще не знаю. Ага, я уже прокачивал, все говорят. Обычные бойцы, новички. Здесь такие же, как я, которые ходят, сами не знают, чего хотят. Хотят. А здесь все закрыто. Ну да, я здесь тоже бородил. В общем-то, мы здесь тоже с вами уже были. Ну, вот такая вот мини-игра. Я не знаю, короче, как здесь дальше быть. В общем, здесь реально без английского языка делать нечего. Я даже не могу элементарно пройти на следующую локацию, на следующую территорию. Залезть в тот же подземелье или там пройти через этих стражников, которые стоят, охраняют врата. В общем-то, если вы знаете английский язык, ну и любите подобные, вот вы являетесь прям таким, знаете, ярым олдфагом, фанатом таких стареньких игр, думаю, на разочек пройти эту игру вам вполне будет даже за радость. Игра, тем более, что не дорогая. А если смотреть так по количеству контента, она вроде достаточно большая. Ну, в чем она большая? Скорее всего, здесь, знаете, ориентировано все больше как раз на диалоги, ходить с кем-то поговорить, пообщаться, к тому помочь, этому помочь. Ну, в общем-то, как все в классических RPG, мы олдфаги оценят по достоинству. Тем более, вот эта вот пикселявая графика. Ну, как пикселявая? Не пикселявая, а такая, знаете, рисованная. Вообще, вполне, наверное, будет, знаете, так давать такую нотку ностальгии. Ну, я в нее не смогу поиграть, это, конечно, уже точно. Потому что я, знаете, мое знание английского, это уровень первоклассника. Хотя, наверное, первоклассники сейчас даже и то гораздо больше знают в мобильных приложениях, каких-нибудь там натренировались. Я не могу даже связать пары слов здесь, а поэтому мне здесь делать нечего. Этот мир для меня чужд. В общем, такой получился первый взгляд. Такой, знаете, миниатюрники. Ну, не знаю, делать выводы вам, конечно, если вы английский язык знаете и могли посмотреть эти все диалоги, о чем там говорили. Может быть, поняли затравочку, поняли вообще о чем игра и как бы для вас, ну, для себя сделайте вывод, стоит ли вам в нее играть. Или хотя бы там как смотреть собственноручно. Потому что то, что я здесь бегал, это одно, а побегать самому, это уже, конечно, совершенно другое. В общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставить палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok